Докладчик Никитин Евгений Сергеевич Доклад называется «Экспериментальная модель генной терапии эпилепсии с использованием кальций-зависимого калиевого канала». Существует два основных подхода к генной терапии эпилепсии. Во-первых, для чего ее разрабатывают? Это из-за того, что где-то в 30% случаев эпилепсия является фармакорезистентной, ее разрабатывают как альтернативу хирургическому вмешательству, который имеет последствия и не дает гарантии. Первый подход – это молекулярно-генетический, когда можно сопоставить определенный фенотип заболевания, повреждение какого-нибудь гена и дальше пытаться это как-то исправить. И второй подход – физиологический, когда пытаются снизить возбудимость нейронных сетей за счет подавления, снижения возбудимости основных глукоматергических нейронов. Из работ по кратковременной пластичности кортекса нам известен такой канал КСНН-4, который в небольших количествах есть в геронах пятого слоя кортекса. На фиолетовой записи пирамиды с этим каналом демонстрируют очень сильную аккомодацию спайкового разряда по сравнению с теми, которые не имеют этого канала. И если навязывать нейронам высокочастотный разряд трейнам 50 Гц, то после этого трейна эти клетки демонстрируют длительную следовую гиперполяризацию. Почему мы считаем, что этот канал может помочь нам в том, чтобы подавить возбудимость? Первое – это то, что он реагирует на высокочастотные разряды как при судорогах. И второе – это потому, что он очень медленный, он открывается исключительно кальцием, он очень потом долго не закрывается. И как раз это времена такие, чтобы именно подавить длительные судорожные разряды подходящие. И поэтому в работе мы ставили следующие цели – это разработать и оценить вирусный вектор на основе канала КСНН-4 для генотерапии эпилепсии, специально созданный для того, чтобы экспрессировать этот канал специфический в глотомоторгических пирамидных нейронах. В первой части работы мы характеризовали, что вообще происходит в нейронах, которые попадают в этот канал, как менять их электрические свойства. И во второй части работы мы проводили исследование того, насколько он может подавить судороженную активность в нервной системе. Для этого была разработана плазмида для упаковки вируса. Здесь последовательность канала КСНН-4 была связана через самоочепляемую последовательность ПТУЭйс с флуоресцентным белком-репортером Венус, чтобы иметь возможность находить эти клетки. И использовался специфический парамотер КМК-2, который обеспечивает специфическую экспрессию в пирамидных возбуждающих нейронах. Вот этот вирус инициировали в мозг крысы. Здесь на картинке в псевдоцвете закодирована интенсивность флуоресцентной белка Венус. Мы видим, что заразилась большая часть гиппокампа. И в неокортексе заразились, трансдуцировались 5-6 слои, где плотность флуоресцентной метки примерно соответствовала фактической плотности пирамид в этих слоях. Далее, для того, чтобы исследовать электрические свойства, мы подобрали такие нейроны, в которых этого канала не было. Это линия мышей сайван-GFP, у которых спорадически разбросаны экспрессирующие GFP клетки по центральной нервной системе. Но в пятом слое сайван-GFP экспрессируется только в неадаптирующихся нейронах, в зеленом отмечено, в которых нет канала КСН-4. И потом мы инициировали нас вирус с венусом из канала КСН-4, показанных красным, и искали клетки, в которых есть и GFP, и венус. То есть это клетки, в которых не было канала КСН-4, но в которой мы его трансдуцировали. И оказалось, у этих нейронов появилась очень ярко выраженная следовая гиперполяризация. И если им навязывать высокочастотный трейн, используя значительный ток, где-то 3,5 от величины порогового значения, то в большинстве клеток даже невозможно индуцировать 50-герцовый трейн. Вот тут есть пропуски. Но при этом демонстрируется высокая следовая гиперполяризация. И если провести нормализацию следовой гиперполяризации через 300 миллисекунд после трейна на число вызванных специалов действия, то отдельная следовая гиперполяризация будет выше в трансдуцированных КСН-4 нейронах, чем в контрольных где-то в 10 раз. И после успешной трансдукции вызова следовой гиперполяризации мы изучали, как этот канал, смог ли он изменить еще какие-то свойства, были ли какие-то еще нежелательные изменения в клетках, исследовали динамические характеристики потенциала действия, входное сопротивление, скорость нарастания потенциала действия и тому подобное. Полуширину спайка этого различия не было найдено. Еще анализировали такое важное свойство нейронов, как кодирующая способность нейронов. Это способность нейронов следовать своим спайковым разрядам за частотными характеристиками входящих сигналов. Для этого инициировали с помощью метода Пэтч Клэмп частотно модулированный шум в нейрон, масштабировали так, чтобы средняя частота спайкования была в районе 4 Гц, что соответствует спайкованию в нейрокортексе в бодрствующем состоянии, и строили передаточную функцию частоты нейрона. Где-то от 1 до 500 Гц показывает достоянное источение. И для характеристики кодирующей способности при высоких частотах, которые нам более интересны, чем низкие, поскольку низкие все нейроны нормально кодируют, использовали отношение 230 к 13 Гц. И оказалось, что трансдуцированные кисин-4 нейроны, они даже, она у них не ухудшилась кодирующая способность, а даже немножко улучшилась по этой характеристике. И, возможно, из-за того, что нейроны с кисин-4 находятся в более гипрополяризованном состоянии. Дальше. Подавляют ли кисин-4 эпилептические судороги? Вот эта серия экспериментов сделана в лаборатории Алексея Зайцева. Здесь использована модель фармакологически индуцированных судорог инвитро на срезах энтеринальной коры. Вирус либо трансдуцировали в медиальную, либо в латеральную энтеринальную кору. И вот если вызывать эти судорожные события в срезе в контрольном, где не было никакой трансдукции, и регистрировать одновременно методом пэч-клэмп клетки медиальной энтеринальной коре и латеральной энтеринальной коре, то они обе участвуют, как на примере на панели А, в этих судорожных явлениях. А при регистрации одной из клеток, трансдуцированных кисин-4, большинство таких клеток вообще никак не вовлекались в эти судорожные явления. И на полевых потенциалах то же самое при постановке одного электрода в латеральную, другого в медиальную энтеринальную кору. В контрольной области, если амплитуда на примере небольшая судорог, в области, где был кисин-4, вообще ничего не детектируется. И при большой амплитуде есть судорожные события, но они гораздо меньше по амплитуде. Таким образом, этот канал действительно подходит для подавления судорог. И последний слайд. Здесь нам было интересно разобраться, что происходит на субклеточном уровне. Вот как получается так, что вот этот канал во время судорожных событий начинает вызывать сайленсинг в этих нейронах, которые его экспрессируют. При том, что они нормально могут генерировать потенциал действий, живут какой-то своей жизнью, но когда приходит вот этот высокосинхронный вход большой интенсивности во время судорожных событий, они просто отключаются. Этот эксперимент пока не закончен. Эта серия на клеточной культуре тоже есть модели эпилептических состояний. Там клетки в определенных условиях спонтанно, без фармакологических воздействий демонстрируют так называемые эпилептиформные интеллектальные разряды, когда практически все клетки в чашке синхронно увлечены. И что мы видим на контрольной клетке, когда приходят высокосинхронные входы, она деполяризуется, и в нее возникает мощный спайковый разряд, а у клетки, трансфицированной КСНН-4, приходят какие-то входы, тут ВПСП и спайк клета, но потом она резко начинает гиперполяризоваться и пропускает не спайку и то время такого события. В большинстве случаев при достаточном уровне экспрессии то, что на сегодняшний момент известно, что внутриклеточная аппликация НМДА-блокаторов практически никак на это не влияет, не снижает объем этой амплитуды, этой следовой гиперполяризации. И мы сейчас прорабатываем такую гипотезу, что при судорожном состоянии и когда приходят высокосинхронные входы, там могут возникать также описанные как раз у пирамидных нейронов локальные дендритные кальциевые спайки, благодаря которым входит большое число кальция, и он тоже запускает каналы КСНН4, которые открываются кальцием внутриклеточно, и уже эта следовая гиперполяризация препятствует переводу этих входов в собственные разряды этого нейрона. По результатам работы были сделаны следующие выводы, что мы продемонстрировали proof of principle, вот эту концепцию генотерапии эпилепсии с использованием кальциоактивированного калиевого канала. И при оверэкспрессе этих каналов аденосицированным вектором эпилептиформная активность снижается, и при этом не снижаются кодирующие способности клеток, а также специфические свойства каналов КСНН4 позволяют им отвечать на массивную аккумуляцию внутриклеточного спайка из-за судорожной синхронной активности, но в меньшей степени влияя при этом на работу нейрона при более низких частотах. Эта работа пока еще не опубликована, это сотрудничает вот трех лабораторий нашей лаборатории Павла Балабана, лаборатория Алексея Зайцева, Института эволюционной биохимии и Всеволода Белоусова, Института биорганической химии, пока она находится на рецензировании в генотерапии. Благодарю за внимание. Спасибо. Евгений Сергеевич, огромное спасибо за доклад. Вот такие данные передовые. В принципе, у нас один докладчик исчез, поэтому есть время на один вопрос. Если кто-то готов, то мы можем успеть. Вопросов нет. Вопросов нет.